Морское дело будет жить, уверяют юревецкие чиновники. 15 декабря в эфир нашего телеканала вышел сюжет о ликвидации клуба юных моряков. Материал вызвал живой отклик среди руководства района и родителей воспитанников клуба. Они уверяют, герои сюжета исказили информацию и представили ситуацию в мрачном свете. На самом деле здание, которое было выставлено на продажу на одном из сайтов, аварийное. Официально с одобрения депутатов оно было продано с открытого аукциона еще прошлым главой района. На деле произошла реорганизация, а не ликвидация клуба. Теперь в отремонтированном по всем ГОСТам и санитарным правилам здании отдела образования будет расположен детско-юношеский клуб «Мечта». Преподавать морское дело будут только учителя с высшим педагогическим образованием. Сохранится и финансирование учреждения. Мнение героев сюжета о том, что реорганизация проведена с целью продажи баржи и прочей техники, также ошибочно. В клубе «Мечта» будут заниматься 189 школьников в возрасте 12-13 лет. Мы сейчас заложили в бюджет и вот буквально вчера приняли дополнительно из бюджета, выделяем миллион рублей на восстановление моторного катера, чтобы могли воспитанники ходить на дальние походы, чтобы он их сопровождал. Так как он находится у нас в аварийном состоянии, мы его будем восстанавливать. И мы покупаем Ял-6 весельный, и он так и называется Ял-6, для того, чтобы они могли ходить под парусом и на веслах, то есть по трое грибцов с каждой стороны.